Александр Лукашенко ответил, почему он не поехал на саммит в Киеве, посвященный годовщине чернобыльской трагедии. Президент прокомментировал также высказывание главы Еврокомиссии Жозе Борозе, который заявил, что не поедет в Киев, если на конференции будет белорусский лидер. Вы знаете, если уж откровенно сказать, не совсем, правда, откровенно, вы задаете этот вопрос Януковичу. Почему белорусский президент не присутствует на их мероприятиях? Это вы у них спросите. К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос, почему там нет Лукашенко, это задать надо Януковичу, этот вопрос. Что касается таких козлов, как Борозу и прочее, ну кто такой Бороз? Ну был какой-то Борозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то. Поэтому я на это меньше всего смотрю, что там где-то вякнул какой-то европейский чиновник. Их там тысяч. А самое главное, ну наверное мне здесь проще. Вы это видите и знаете, что для меня это святые дни. Тем более действительно в святые дни это Пасха и так далее. В эти дни я всегда бываю здесь. Я обещал это лет, наверное, 13 тому назад, что я всегда буду проезжать на эту землю. А потом сказал, я не просто буду проезжать, я рядом поселюсь и буду жить. Там тоже, вот Чернобыльский район и так далее. Вы знаете, где я живу, я живу здесь целую неделю практически. Поэтому я и в очередной раз приехал сюда. Кто-то там, я только что сказал, да, может быть удобнее прийти, веночек возложить и поехать. А мне надо работать, я должен видеть своими глазами, что еще надо здесь сделать. И если я сюда перестану ездить, здесь вот как и тогда было, я помню, когда я стал пацаном еще президентом, я сюда приезжал, люди растеряются. Я сегодня задал губернатору вопрос, сколько в Наровле живет людей? 8200, а когда Лукашенко первый раз приехал, 4000. Вот было тогда и сейчас. А в лучшие времена чуть больше 10. То есть мы уже практически здесь выровняли, как лучшие советские времена населения. Мы что, их сгоняли сюда? Нет. Мой был принцип. Не трогайте людей, пусть они определяются. Вот это моя работа, поэтому я сегодня работаю. Ну и вот с вами вместе мы возложили, как дань уважения этой трагедии, дань преклонения, чтобы она больше никогда не повторилась у нас. И в этот скорбный момент вот эти цветы. То есть все как обычно. В то время, пока Беларусь скорбила по погибшим в теракте в столичном метро, некоторые европейские политики обсуждали возможность сведения против нашего государства новых санкций, на этот раз экономических. Насколько они могут быть опасны для нашей экономики, поинтересовали журналисты. Я бы ваш вопрос перевел в другую плоскость. Плоскость на злобу дня, что называется. Мы об этом уже говорили, что ну просто негодяи. Поэтому я про них и говорить не хочу. Ни про борозы этих, ни других там козлов, быков и прочее. Меня они просто после этих событий, это не люди. Я бы повернул этот вопрос в плоскость нынешних событий. Разве можно против страны, которая больше всего потерпела от чужой расхлябанности, сегодня даже речь вести о том, что надо ввести какие-то санкции. Нам помогать надо. У нас природный газ каждый год дорожает. Даже от наших братьев мы получаем эту цену каждый год выше, выше и выше. Но надо же понимать, что здесь, кроме природного газа, мы не можем людей ни обогреть, ни накормить, ни напоить. И на производство тоже природный газ. Потому что в лес они не везде могут пойти и нарубить дров. Поэтому мы в каждую деревеньку вынуждены подводить природный газ и покупать его по бешеным ценам. Мы только из бюджета 25 миллиардов за эти годы долларов вложили на реабилитацию этих земель. Только из бюджета. А посчитать, сколько они бюджетных. Это всех 35 миллиардов долларов. Это же кто-то должен был, кто это сотворил, помогать нам. И то, что вот я лечу сейчас над этой зоной, я специально ее пролетел. Там огромные полосы по 100 метров. Наверное, полосы противопожарные. Мы перерезали этот заповедник. Наши люди где-то, по-моему, 1500 или 2500 километров таких полос. Чтобы, не дай бог, сейчас загорится этот лес. В прошлом году ни одного пожара не было. Страшный год. Это же денег стоило сохранить. А если бы он полыхнул этот лес, куда бы это все полетело? Не факт, что в благополучную Европу не попало. Так платите. Помогайте. Нет. Поэтому, опять же, к тому вопросу, что задавала Светлана. Ну, козлы, они есть козлы. Знаете, у нас такой термин в Беларуси существует. Ну, что про них сегодня говорить? Ну, такой народ. Мы для них конкуренты. Мы идеологические противники. Мы люди, которые проповедуем другой образ жизни. И показываем, что могут даже в такой стране бедные на энергоресурсы люди нормально жить. Им это не надо. Весь этот комплекс причин толкает их бороться против нас. Мы для них опасны. И прежде всего этим. Они диктатуры, что у нас демократии нет. Нам не нужна такая демократия. Нам нужна демократия, про которой люди живут и отдыхают в нормальных условиях. Вот что нам нужно. И мы будем идти этим путем. Если они хотят с нами иметь дело, то только уважаем наш народ.